Леденцы. Эти конфеты известны человеку очень давно. Значительно больше, чем шоколадные или вафельные. Считается, что история леденцов началась в то время, когда люди познакомились с сахаром. А это эпоха еще до нашей эры. Леденцы. Сладости леденцы переоткрывали и переизобретали много раз. В Древнем Риме кусочки уваренного и затвердевшего сахара ели в качестве утехи патриции. Европейская знать в Средневековье наслаждалась подобными же сластями. Да и в России леденцы на палочке были известны уже больше пяти веков назад. Это и понятно. Рецепт приготовления леденцов чрезвычайно прост. Обычный сахарный сироп или патоку смешивают с большим количеством сахара и варят до получения достаточно густого и плотного состава. После чего дают ему застыть, разместив в специальных формах. Часто воткнув с нужной стороны палочку, за которую будет удобно держаться при употреблении сладости. И почти всегда, добавив в состав леденцов различные сиропы или искусственные ароматизаторы. Много мы слышим про вред леденцов. Мол, и зубы они портят, и сахар в крови повышают, и даже к ожирению могут привести. Но так ли страшен черт, как его рисуют. Что входит в состав леденцов и как стоит относиться к этой знаменитой сладости. В чем состоит вред леденцов? Как и у любого продукта, у леденцов есть свои недостатки. Самый главный из них – большое количество сахара. При почти полном отсутствии других наполнителей в составе. Первое. Сахар. Из-за сахара в составе вред леденцов для зубов – вещь очевидная. Особенно для детей и стариков. У первых зубная эмаль еще не сформировалась окончательно, а у вторых уже сильно истончилась и начала разрушаться. Причина такого воздействия – остатки сахара между зубами и в полостях между поверхностью зубов и деснами. Эти остатки с радостью потребляют бактерии, которые затем выделяют кислоты и другие продукты метаболизма, разрушающие зубы. Этот же сахар может отрицательно сказаться на различных процессах обмена веществ. У тех же детей это может выражаться в аллергических реакциях и кожном зуде, у подростков – в обильном окне, а у взрослых – в проблемах с кожей, волосами и в особо сложных случаях – в развитии сахарного диабета. И сами сахара, входящие в состав леденцов, и вызванные ими нарушения обменных процессов могут явиться причиной ожирения. Понятно, что для развития такого заболевания одних леденцов будет мало. Но их состав тоже внесет свою лепту. Второе. Добавки. А современные леденцы могут похвастаться еще и большим количеством содержащихся в их составе концентратов и синтетических добавок. Особенно характерны они для конфет Монпансье, которые изначально готовились с использованием фруктовых сиропов, а сейчас представляют из себя смесь сахара с красителями и ароматизаторами. Какие-то из этих пищевых добавок безвредны. А содержание других в составе конфет, наоборот, могут представлять угрозу для здоровья. Но у всех этих недостатков есть главная особенность. Они проявляются только при чрезмерном употреблении леденцов. Действительно, нужно съесть много килограммов леденцов для того, чтобы сильно растолстеть. Нужно регулярно и помногу баловать себя сосательными конфетами на палочке, чтобы разрушить свои зубы. А при этом при употреблении изредка и по чуть-чуть эти же сосательные леденцы могут оказаться и весьма полезными. Полезные леденцы. Например, сладости леденцы здорово поднимают настроение. Именно простые сахара в составе конфет заставляют организм производить и выбрасывать в кровь большое количество серотонина, гормона, дарящего нам радость. Из-за этого после съедения леденца у нас повышается настроение. Сахара сами по себе, богатый источник энергии. И хотя состава одной конфеты не хватит, чтобы зарядить нас силами на 5-километровый марафон, повысить активность мозга и помочь на экзамене эта же конфета вполне сможет. И кстати, благодаря выраженному вкусу леденцы ненадолго освежают дыхание. А с настоящими фруктовыми сиропами в составе эти конфеты привносят в наш организм и некоторые компоненты фруктовых соков. В небольших количествах, конечно, но все же. Кстати, бывают и несладкие конфеты на палочке. Например, в Европе очень популярны леденцы со вкусом лакрицы. А в тропиках в состав леденцов, наподобие жвачки в чупа-чупсе, кладут, а ужас, личинок тропических жуков. У каждого ведь свои деликатесы. И такие леденцы получаются менее сладкими и, соответственно, более полезными. Леденцы для похудения. Бытует еще раз схожее мнение о том, что леденцы, самые простые, без изысков, способствуют сбросу веса и похудению. Сторонники таких взглядов обосновывают эту мысль тем, что нескольких леденцов достаточно для того, чтобы притупить чувство голода и уберечь сидящего на диете едока от обильной трапезы. И при этом же обеспечить его силами для повседневной работы. Подтвердить такую точку зрения сложно. Да и опровергнуть то, что существуют леденцы для похудения, нелегко. Ведь доли истины здесь есть. К тому же, серьезных исследований на эту тему не проводилось и конкретных результатов нет. Большинство же медиков и диетологов считают, что в данном случае срабатывает эффект плацебо, таблетки-пустышки, употребляя которые пациент только верой в исцеление позволяет себе выздороветь. А с похудением все даже проще, если человек убедил себя в том, что кушать ему не хочется, то аппетит у него и не появится. В конечном итоге, леденцы хороши в том виде, в котором они задумывались. Маленькая сладкая радость раз в неделю на ярмарке для ребенка будет и поводом повеселиться, и помечтать о следующем выходном, и немного взбодриться. И на состоянии здоровья никак не скажется. А тарелка леденцов, как добавка к чаю, это уже перебор. Для того же, чтобы даже пресловутые кондитерские изделия стали радостью. Стоит покупать только качественные виды леденцов с натуральными компонентами в составе лишь изредка в качестве хорошего и дорогого. Подарка себе или близким. Советуем попробовать органические леденцы с витаминами и натуральными фруктовыми экстрактами с проверенного сайта. Они могут похвастаться не только натуральным вкусом и ароматом, но и минимальным содержанием калорий.